Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас понедельник, 9 октября 2023 года. А случай такой. Новость такая, друзья. Не знаю. Ну, короче, и смех, и грех, друзья. Пьяную пенсионерку наказали за предложение взятки. Ну, она, как обычно, свои люди, сочтемся. Давайте разбираться, кто там у нее свои люди, и что она там по пьяне ляпнула. И кто же это, что это за пенсионерка такая, друзья? И кто у нее свои люди, интересно? Прокуратура приговорила к 100, 140 часам общественных работ пенсионерку. За предложение взятки полицейским в Сигулде. Да. Что же за мадама такая? Давайте разбираемся. Этим летом в Сигулде у магазина женщина предложила сотрудникам муниципальной полиции Сигулдского края взятку в размере 200 евро, чтобы они не оформляли административный протокол и отпустили ее, позволив отправиться дальше на авто, на автомобиле своем, в состоянии алкогольного опьянения. Вот это нифига себе, друзья. Это что ж у нее задолженность-то была такая. Сначала женщина предложила 5 евро. 5. Да, это ж какое состояние было у нее. 5 евро. И призвала, призвала съездить в банкомат. Однако, затем сумма предложения выросла до 200 евро. Женщина предлагала взятку многократно. Настойчиво и на повышенных тонах. Во время предложения взятки, женщина призывала должностные лица позвонить ее знакомой, которая поможет решить ситуацию, сообщила прокуратура. Кроме того, женщина заявляла, что ее дочь, ее дочь работает в полиции. А сама она трудилась в охране. Вот кто такая. Поэтому она и полицейские, поэтому она и полицейские, в кавычках, свои люди. Она своими людьми считает полицейскими. Она же охранницей работала. Ой, ну уже. Пенсионерка. Но пьяная в дупель. Слушаем дальше немножечко. На слова полицейского, что они за свою работу... Внимание, внимание, пожалуйста. На слова полицейского, что они за свою работу получают зарплату, и им этого достаточно, обмене обвиняемая ответила унижительными и насмешливыми высказываниями. Ну, в адрес этого полицейского. Представляете, какая мадама. Вот это да. Ну, друзья, сейчас закончу. Я немножечко потом комментарии. Женщина полностью признала свою вину и в кавычках, и в кавычках, повторяю. Очень сильно сожалеет. Кавычки закрываются. Ну, а у ней же дочка работает. И она сама же охранница. Сожалеет о содеянном, говорится, в публично доступном решении прокуратуры. Ну, иначе я бы вам это и не рассказал бы, друзья. Я эту новость видел немножечко ранее. Ну, думаю, ладно. Были другие новости, друзья. Более важные, чем вот это вот. Но сегодня я решил все-таки. И знаете, почему я решил? Потому что такие случаи уже неоднократные. Зачастили такие случаи. Да, ну, много чего не раскрывается. Во все увидения, во все услышания. Ну, уже когда... Видите, это уже летом произошло, да. Но если все случаи, тогда все новости, если все будут они писать. И во все увидения, во все услышания. Все заполнено будет новостями. Да, другим новостям не будет места. Это вот одно. Один пример, друзья. Вот один пример. Это вот как под копилку. Вот у нас в государстве. Вот как спрут. Понимаете, о чем? Да, я хочу сказать. Да. Все, вась, вась. У всех связи. У всех, помните, слово такое. Блат. Да у меня та. Да я так то. А я говорю, сколько мы еще не знаем на высших уровнях и так далее. А тот бывший. Да тот не бывший. Да те работали там. Да те сям. Вы посмотрите. Куда, говорит, бедному хрустьянину податься? Помните фильмы, друзья? Это вообще. Я говорю, вот тут и смех, и грех. Знаю я случаи. Много у нас здесь в городе. И непосредственно. Ой, ну ладно, не буду говорить. Да, 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 да. Это во все увидения, во все услышания печатали. Да, да, да. Даже с прокуратуры. Представляете, друзья? Ну ладно. Вы, наверное, понимаете, о чем речь идет. Что вот это вот вась-вась. И вот это кумовство, сводство, братья, родственники и так далее, и так далее. Шито-крыто. Но еще я клоню к чему. Ведь у полицейских-то. Зарплаты-то. Я скажу вам, не очень-то. Даже не знаю, как назвать. Пишите комментарии. Может быть, вы лучше знаете. Может быть, вы с полицейским работаете или работали. Зарплаты как вас устраивают? Раньше, раньше полицейские сплошь и рядом брали. Ну, и про взятки, конечно, а про что же еще? Здесь речь идет про дачу взятки. За что же ей 140, наказали 140 часов общественных работ. Вот это так называемая пьяная пенсионерка. Типа, свои люди, сочтемся. Ну, вот. Я вот, когда прочитал, друзья, и верится, и не верится. Ну, как, уже же все. Ну, полицейские побоялись, конечно, боятся работу потерять. Естественно. Да, 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 да. Есть, конечно, которые... Ну, как вам, друзья? Ну, вы понимаете, что я хочу сказать, да? Ну, раньше сплошь и рядом брали. Поголовно. А как? Как иначе? Если у них зарплаты тогда... Помните, когда? 90-е, 2000-е годы. Вот когда латы были. Да, да, да. Рассказывали, друзья. Рассказывали. И знакомые, и так далее. Ну, подобное. Работаем. А тем более я отработал, друзья, очень много лет. Десятков лет. На производство, где очень большие коллективы. Повторяю. Начинал с завода микроавтобусов. Ну, как же там? Ты не узнаешь про что-то, чего-то там. Ой! Там не надо никакого интернета было. Даже вот и уже в наше, как говорится, время, современное время, уже в 21 веке. Да, да, да. Хоть и компьютеры, но все равно. Столько много всего узнаешь, когда приходишь на завод. Ну, приходил на завод. Новостей. Ну, сразу. Ну, что там новенького? У этого, у другого, там то, сё. Вот так, друзья. Ну, подтвердите. Конечно же. Как там? Сарафан на радио, как он называется? Да, 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 да. Бывало в мужском коллективе. Друзья, не могу. Я без смеха, я без шуток. Это уже не шутки. В мужском коллективе сплетен, узнаешь больше, чем в женском коллективе, друзья. Да, 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 да. У нас работали, ну, вот, контролерами. Не буду называть завод, без разницы какой. Ну, там 300 с лишним человек работало. Да, друзья. Здесь у нас, в нашем городе, женщины и там, и сям. Ну, конечно, основная масса-то про... Я, друзья, новость рассказал. Всё. Я не оправдываю, я просто предупреждаю. А то скажут, Сергей, да когда там чего? Я же про новость рассказал. Про пьяную пенсионерку. Да. Которая, у которой все свои люди. Так вот. Женщины послушают, вот так подойдут. Ну, они же проверяют, там ходят, послушают. Ну, говорит, мои мужики, да я... У нас, говорит, у женщин, говорит, меньше этого на букву П. И, а последнее А. И А, да. Короче, меньше, говорит, разговаривают они столько, сколько в мужском коллективе, друзья. Там в мужском коллективе? На заводах, ну, без разницы. Там можно закончить какое-то образование. Начальное, выше или какое. Да, 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 да. Все вумные, да. Ну, пошутить надо, друзья, конечно. Ну, здесь я про пьяную пенсионерку туда один заголовок с ног сшибает. Ой, мама родная. Друзья, смех и грех. Я хотел добавить ещё новость. Не буду. Про то, что штрафы до нескольких миллионов хотят. Я не хотел матом сейчас сказануть. Ну, откуда такие деньги они возьмут? Я не понимаю. Или им пожизненно на вечную каторгу, что ли? Да, надо, наверное, надо. Следующий раз, может быть, завтра, если не забуду. Про какие штрафы у нас здесь в Латвии. У нас страна самая... Ну, республика. Хоть и маленькая, но она одна из богатейших в мире. Самая богатая. Какая из самых богатейших? Самая богатая. Ну, если штрафы в 3 миллиона или сколько там уже хотят ввести? Полтора миллиона. Да-да-да-да-да. За пьяную езду на автомобиле. Вот так, друзья. Эй! То, что там права отберут, это навряд ли. Главное, что миллион штрафа. Ой, все, друзья. Пишите комментарии, что вы думаете про пьяную пенсионерку. И что у нее... У нее везде блат свои люди. У нее... У меня дочка работает в полиции. Звоните. Звоните. Да я сама охранницей работала. У меня есть пистолет. Во! О, это огурец. Ну, ладно. Вот так, друзья. Вот такие у нас пенсионерки крутые. Блатные пенсионерки оказываются у нас. И вот так у нас в стране. Там. Кедровые. И потом эти сосновые, еловые. Где шишки там. Когда-то шишками побывали. Все. Они уже приблотненные. Ну, в кавычках, конечно, друзья. Да-да-да. Их уже трогать нельзя. А если кто-то и тронет, то все. То там ухана. Вась-Вась. Алло. Кто там? Ой, мама родная. Зачем я это сделал? Все, друзья. Ну, вы, в общем, поняли. Поставьте лайк под видео. Под пьяную пенсионерку надо же поставить лайк, друзья. Тем более пенсионерка. Ну, единственное тут. Тут пенсионерка. А остальное я лично осуждаю. Еще как осуждаю. Да. Таких надо вообще права отбирать. Категорически. Только отбирать права пожизненно. Тем более дача взятки. Тем более. Это уже сколько нарушений. Посмотрите. Подпишитесь на наш канал, друзья. Да, пишите комментарии. Всем спасибо большое. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Как-нибудь я расскажу вам про штрафы. Но еще думаю, друзья, увеличить. Ну, очень огромные штрафы. Очень. Потому что сейчас денег во всех отраслях. С каждым месяцем, с каждым годом. Я вам сказал. Сейчас осень. Зима. Осеньного года. Страх Божий выдвигается. Посмотрим. Расскажу как-нибудь, друзья. До свидания. Всем большое спасибо. До следующих видео. Продолжение следует.